Приветствую вас! Перед началом любого бизнеса возьмите чистый лист бумаги и разделите посередине вертикальной линией. С левой стороны напишите сумму, требуемую для начала предложенного бизнеса. А с правой стороны, хорошенько подумав, составьте список из того, что можно еще сделать за те же самые деньги. Здоровый образ жизни становится очень популярным и мутным. В России до 10% людей уже активно занимаются спортом и систематически тренируются. Многие люди стали следить за своим здоровьем и ведут активный образ жизни. Естественно, что без спортивного инвентаря и одежды им не обойтись. И поэтому предприниматель может заработать на этом. Спортивный магазин целесообразно открывать в спальном районе города, в местах проживания людей с достатком. В некоторых республиках бывшего СССР совершенно не требуется перевод собственного жилого помещения, приватизированной квартиры на первом этаже, нежилое, коммерческое. Исходя из того, что аренда помещения съедает почти половину прибыли, можно подумать об открытии спортивного магазина в собственном помещении на первом этаже. Для открытия специализированного магазина достаточно небольшого помещения, площадью 50-70 квадратных метров. Открываться лучше к весне, поскольку закупка зимнего ассортимента потребует от вас в несколько раз больше средств. Для начала направление нужно выбрать, сформировав ассортимент товаров, одежды и обуви с уклоном на какой-нибудь один вид спорта. Например, одежда и экипировка для занятий футболом, велоспортом, настольным теннисом. То есть вы будете продавать товары исключительно футбольного направления. Спортивную футбольную форму, бутсы, кроссовки для игры в футзалах и на искусственных покрытиях, мячи для игр любого футбольного направления и так далее. Большим спросом пользуются также товары адреналиновых видов спорта, тренажеры, коврики для занятия фитнесом, гантели, штанги, скамьи и так далее. Здесь наблюдается самый быстрый рост продаж. В плане одежды и обуви вначале лучше сделать ставку на один известный популярный бренд, которую люди гораздо охотнее покупают. Для закупки нужно сотрудничать с крупными дистрибьюторами. Но можно подумать и о сотрудничестве с китайскими поставщиками. По принятым ценам у них можно закупить товар вполне приемлемого качества. Важно проанализировать рынок, определить целевую аудиторию. При грамотном подходе через полтора года магазин полностью окупит первоначальные вложения от 15 тысяч долларов и выйдет на прибыль. Рентабельность магазина спорттоваров и спортивной одежды составляет примерно 25%. Со временем можно расширить свой ассортимент. Но если вы далеки от спорта и не разбираетесь в спортивных марках, не стоит начинать с торговли. Желаю успехов в бизнесе. Всем пока и до новых встреч.